В Таршке дан старт новому этапу реализации инвест-проекта компании «Шелл» по производству смазочных материалов. В торжественной церемонии приняли участие вице-премьер Александр Новых, губернатор Игорь Руденя, председатель концерна «Шелл» в России Седерик Кремерс, гендиректор «Шеллнефть» Сергей Стародубцев, советник президента страны Владимир Васильев. Вместе с ними на предприятии побывала и наша съемочная группа. Завод «Шелл» в Таршке является одним из наиболее современных в России и лидером по большинству ключевых показателей эффективности. Предприятие выпускает широкую линейку высококачественных материалов, включая моторные, гидравлические и трансмиссионные масла, промышленные смазочные материалы. Доля Тверского предприятия среди всей продукции концерна на отечественном рынке превышает 80%. Чтобы расти дальше, здесь решили расширять производство. Решение о расширении производства принято не на пустом месте, оно принято на основании тех достижений, которые у нас на сегодняшний день имеются, а также условия, которые созданы на рынке смазочных материалов Российской Федерации. Они безграничны. Рынок Российской Федерации по смазочным материалам один из самых больших. Мы на нем занимаем достойное место и, главное, видим перспективы для развития. В планах строительство дополнительных складских помещений, расширение резервуарного парка, усовершенствование объектов производственной инфраструктуры. Все работы будут вестись без остановки основного производства. Завершение планируется в 2023 году. Новая инфраструктура появится вот на этом месте. Причем она будет включать в себя не только такие обязательные объекты, как цистерны для базового масла. Это вот, например, вот такие, как за моей спиной. Здесь даже появится собственное пожарное депо. Его расположат вот за теми железнодорожными путями. Напомним, что завод «Шел» в Торжке ввели в эксплуатацию в октябре 2012 года. Он стал первым подобным предприятием, которое концерн построил в нашей стране. Все его сотрудники — граждане России. Более 95% работников — жители Тверской области. Вторая очередь — не исключение. Очень важно, что сегодня на этом предприятии работают именно люди, которые проживают в Тверской области. И компания «Шел» сегодня выполнила свою главную задачу с точки зрения региона — это создание высококвалифицированных, высокотехнологичных рабочих мест. И продукция, которая производится на этом предприятии, она, конечно же, известна далеко за пределами Российской Федерации. Еще одним важным плюсом для Верхней Волжи являются планы по созданию инновационно-промышленного парка, а также научно-образовательного кластера в сфере нефтепереработки. Для этого задействует Торжовский промышленно-гуманитарный колледж при участии Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина. Я сегодня видел лабораторию такая, лучшей лаборатории мира. И уже сейчас заложена в образование работа в этой лаборатории. И когда вы сказали, что после этого они еще будут учиться, я так понимаю, что это будет высочая специалиста среднего уровня, что нам очень важно, а потом они будут уходить в Губкинский, где мы сейчас тоже поздравляем. Вы знаете, это же очень хорошо, правда? И для Торжка, и для всех остальных. Проект, который реализуется в Торжке, полностью соответствует стратегическим задачам и целям по развитию нашей перерабатывающей промышленности, отметил вице-премьер Александр Новак. Хочу поблагодарить руководство Тверской области, лично губернатора Игоря Михайловича, который сегодня здесь присутствует, потому что во многом это означает, что руководство области сделало такие условия, полностью соответствует тем задачам, которые поставлены президентом Российской Федерации по росту экономики, по улучшению качества жизни населения. Символическая церемония начала строительства второй очереди получила название «Пятый элемент». Первые четыре – это история появления шил в России, в Тверской области, сотрудничество с потребителями и забота о работниках. Пятый – это обновление. В этой связи нет сомнений, что появится и шестой элемент. По крайней мере, власти Верхней Волжи создают для этого все условия. Уважаемые гости, вот так. Верхней Волши сериал, Верхней Волши создают найти自由 мероприятия,